Подробности прямо сейчас Вот это пакет помощи в такой вдушительной сумме 50 миллиардов На 4 года он рассчитан с 24 по 27 Так что все страны одобрили С нами сейчас на видеосвязи следователь Института внешней политики Сергей Потапкин Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Во-первых, хотелось бы спросить, насколько это действительно важное для Украины решение Вот в нынешних обстоятельствах выделения этого пакета Для Украины это очень важное решение Потому что сейчас Украина в подвешенном состоянии была по двум вопросам Остался один вопрос Второй вопрос это решение о финансировании в Соединенных Штатах Там все идет не так хорошо Но Европа показала, что она сильна и едина Таким образом, по крайней мере, со стороны Европы Украина чувствует себя, насколько это возможно, теперь в большей безопасности Но глава Евросовета, вот он о том, что страны договорились Написал сегодня в Твиттере и сказал, что таким образом Евросоюз берет лидерство И ответственность в поддержке Украины Еще бы хотелось зачитать то, что сказал наш президент Он сказал, что я надеюсь, что и Соединенные Штаты вскоре последуют этому примеру Вот как вам кажется, последует? Мое убеждение в том, что Соединенные Штаты последуют Но то время, которое потребуется для принятия этого решения Оно критично в том числе и для Украины И естественно не добавляет никому спокойствия и здоровья Я вижу, что вопрос поддержки Украины используется для внутриполитической борьбы И очень агрессивной предвыборной кампании в Соединенных Штатах Но тем не менее, есть признаки, что в общем-то и республиканцы готовы поддерживать Украину и дальше Ну и еще один такой момент важный, который хотелось бы с вами обсудить Это Виктор Орбан и позиция Венгрии Как все-таки, на ваш взгляд, европейским лидерам удалось сломить это сопротивление И что стало ключевым, скажем так, для того, чтобы и Венгрия сегодня поддержала этот пакет? Ну, смотрите, предыдущий саммит в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря Он был намного более успешен для Венгрии Буквально за день до саммита для Венгрии разблокировали, если не ошибаюсь, 8 миллиардов евро И Орбан наверняка был собой очень доволен Тем не менее, Европейский Союз, очевидно, странам Европейского Союза совершенно не понравился тот шантаж И та позиция, которую Орбан использовал для того, чтобы добиться своих интересов И к этому саммиту страны подошли намного более подготовлен По слухам, на Орбана было оказано беспрецедентное давление И, очевидно, у стран был готов вариант Б Видимо, Орбану четко было сказано, что если он не изменит свою позицию То, видимо, по результатам этого саммита он не сможет положить ничего себе в копилку То есть решение будет принято без него А в Венгрии будет грозить применение седьмой статьи, которая лишает страну права голоса в ЕС А насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что действительно могла быть применена эта седьмая статья? Вернее, ну, то есть реально такие опасения, да, были? Я думаю, это рассматривалось очень серьезно Тем более были опубликованы, назовем это утечками Планы по действительно оказанию давления на Венгрию Такие утечки, очевидно, тоже дали сигнал достаточно жесткий Орбану Для того, чтобы сегодня Венгрия совместно с остальными странами проголосовала так, как нужно Скажем так, они в какой-то степени сохранили лицо Потому что было включено два срока Один по ежегодному обсуждению и отчету по использованию средств И второе, это раз в два года должно происходить голосование по подтверждению финансирования Это такие предварительные данные По саммиту они, возможно, не точные Позже мы увидим официально эту схему Но, скажем так, Венгрии дали сохранить лицо А Евросоюз вернул свою дееспособность Потому что, конечно, становиться заложником одной страны никто не хочет А вот эти 50 миллиардов, огромная сумма, о которой мы говорим Рассчитанная на 4 года На что планируют спустить эти деньги? Наверняка есть регламент того, куда можно их тратить, куда нельзя В первую очередь это макроэкономическая помощь То есть, в принципе, это деньги, которые идут на поддержку экономики Украины Которые позволяют Украине существовать как государству в условиях войны Да, без этих денег сейчас в Украине было бы очень сложно Потому что там речь идет еще и о, например, тех же самых пенсиях Без которых могли остаться сеньоры в Украине Я бы хотела немножко все-таки еще вернуться к вопросу Венгрии Вот после всего того, что произошло, на ваш взгляд Как в дальнейшем могут складываться отношения Европейского Союза с Венгрией? То есть, ну, насколько в дальнейшем, может быть, Орбан будет, ну, скажем так Более, ну, снисходителен в вопросе оказания финансовой поддержки Украины? Никто не заинтересован в том, чтобы лишать Венгрию права голоса Или тем более исключать Венгрию из ЕС Звучали в большом количестве комментарии о том, что ЕС также заинтересован в Венгрии Как, в общем-то, и Венгрия заинтересована в членстве в Европейском Союзе Поэтому, конечно, будут стараться найти компромисс И будет диалог И я думаю, что, в принципе, и, ну, последнее голосование это показывает И Орбан тоже должен будет находить какие-то пути для смягчения своей риторики Сергей, огромное вам спасибо за предоставленный комментарий Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики, был с нами на видеосвязи Благодарим вас и всего доброго Хорошего вечера, спасибо Спасибо Ну, получилось, что в Венгрии такая ложка дегтя в бочке меда Да, когда все согласны, кроме кого-то одного И вот Несколько месяцев Да, с декабря И вот, тем не менее, да, при определенных условиях, что пересматривать это решение Ну, Венгрия тоже пошла, ну, все-таки согласилась Это очень важное решение для Украины И очень долгожданное И теперь, собственно, остается дождаться подобного решения со стороны Соединенных Штатов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok